итак сегодня мы приехали на рыбалку сегодня будет у нас лайтовая такая рыбалка по легкому проведем на ней часа два-три потому что говорят что до 11 часов утра и что-то еще клюет а потом уже все необычный сегодня водоем все верно его знают это цисельский водоем погода отличная плюс 2 градуса что для декабря на ураль это нонсенс поэтому лед подтаял снег подтаял и обязательно нам нужны сапоги и идем ловить рыбу пробовать на сегодня что поймаем все наши сильно тепло не одеваемся а это ваш скарб рыбацкий его сегодня по минимуму ящик санки ледобур все здравствуй здравствуй сколько лет сколько зима вот так неожиданно только на рыбалке старого друга это павел левкович это еще начало нашего проекта в четырнадцатом году мы снимали первые программы и вот здесь на рыбалке мы встретили личное количество далее хорошее количество программ передач этих ну как про нас да нормально все вот потихонечку ключики единственная оказия не ну тут бывает всякая на рыбалке сейчас придумаем исправим что-нибудь благо для этого что есть но паша утопил будет но как бы это на рыбалке без таких случаев да это нормально будет аккуратненько не будем искать возможность как вот достать а сколько грага губина 4 метра так и вон бур лежит в камере видно бур скачет я бур скачу нафиг не забалансируйте вон у меня нет то пока паша решает свои задачи мы приступаем к рыбалке надо честно сказать что нашему прибытию на рыбалку паша поставил уже 15 жерлиц поэтому рыбалка у нас в основном пошла на жерлицы если маленькая может плюнуть на рванула то хорошо так маленькая щучка саш ну-ка сбросить эту сторону небольшая щучка вот вот небольшой такой щуреночек постояла подождала нас как бы ну есть даже не закрутила есть рыба да 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 подаем себя оправдываем уже больше не крупная но это так сейчас вот посмотрим как она паша на спортсмен он сказал бы ушли от нуля да вот такая вот рыбеха как только саня приезжает сразу же начинающих левать они его просто боятся мы ее жахнули немного по жабрам конечно что делать оставим не знаю выживет или нет в принципе можно отпустить она как бы такая не это не сильно кровит давайте мы лучше отпустим потому как не будем мы вот так вот пусть идет за бабушкой или за дедушкой как ты говоришь хороших днем есть результаты а еще хорошо что вот шнурки эти мелкие не так сильно глотаю доспеваем и выдернуть вот так вот берем аккуратненько паша протаскивает через жабры тут как вариант как говорится может быть говорят и живет сдохнет быстрее и так далее но щука нынче аккуратная капризная вот так получается и она когда его хватает чуть-чуть попробует уколется чуть-чуть и все тут же выплевывает и поминай как звали и даже крупная мелкая то есть так вот все щукари себя и ведут час вот все зарядили потихонечку чем проще лунки я не чищу специально таких раз это жерлицу поставил чем проще тем лучше и надежнее все так же стравливаем лесочку сколько там жерлицу уже бывшие сражениях тут я узлах и где-то бы я за ее леску потом вот так вот раз два три четыре оборота все уже выверено все дальше идем наслаждаться природой это воронам ну что начнем сверлить наши штуки кстати нажим нам заточили все у нас хорошо теперь средобором и было плохо да что-то не проверили поехали вычищаем до лед сантиметров на 15 попробуем капельку мормышку два крючка дело замалу насадить теперь дело за малым поймать был случай на севере также на лозе уездили за это за щукой также парень уцепил шнек короче и это сунули туда балансирует представляешь щука не давала зацепить коловорот суешь она бабаха это все не дает опачки договорился я с рыбы как ты говорил хозяин водоема это уже нормально вот оно всегда так бывает когда не ждешь начинаешь чем-то заниматься начинает это клюк вот йорк отпустим его да пусть расскажет как здесь какие здесь приятные люди сидят ловит отпускают корм ну а что и где-то хватает когда приходится ломиться прям за ней сейчас время такое же первый лед прошел практически и это лучше степенно так посмотреть подождать она неактивная берет иной раз схватит потом раз бросит плюнет и все и стоишь как дурак ждешь ее вот часто бывают холостые поклевки тоже потому что привередливая может не с той стороны схватит ни с башки или чо-нибудь уколется крючком все тут же плюет бывает тут очень много судака мелкого бывает судачок подойдет тюкнет флажок собьет и все вот на предыдущей сработке мы сколько стояли разговаривали минут 10 наверное она взяла я соизволила помотать вот неделю неделю две назад наверно были на рыбалке тоже поставили так же жерлицы мы всегда ставим так вот это со свала где-то в двух и и поглубже куда нибудь смотрим где поклевок больше и потихонечку жерлицы перемещаем вот она капризная вот клевала две недели на двух метрах на трех сейчас вот видишь уже вот пять-шесть работают то есть как бы в принципе не это на русле на глубине перемещается на русло на переходит да вообще версия славятся вот такими моментами тут бывает рыба такая хитрая по кислороду проблемы с озером заморы были по несколько лет назад очищали его что-то сейчас горят запустили рыбу кучу туда амура чтоб траву жрал а вот и видимо сейчас это все равно дефицит кислорода как бы есть на милитах она может к руслу скатывается как раз вот уже когда снежком прикроет лёд рыбаков не так много так сегодня рабочий день ну да как-то дышать на рыбе охота ладно вот есть графики такие два через два приехал лунку просверлил дал подышать понятно что и тебя и вишни оставил в стороне как бы как наконец-то ты меня позвал ладно чё а чё фестиваль провел не звал я что-то я покорочу это же выходные у вас все расписано там вы все с ружьями носитесь ну да есть такое дело так вот это такое дело тоже интересное паша кстати проводит фестивали и он любитель леща клуб у него поэтому раньше были фестивали только по лещу теперь уже по всем но зимой зимний карась зимний жерлица я помню жирный драйв называется да сейчас вот уже это в этом году провели первый раз ротаниада я недавно на ней выступал с успехом народ просит давайте что-нибудь новое ротанавить многие любят ловить как бы потому что он хорошо вводы слышала и давай в жахнули сделали нормально самый главный народ собирается общается между собой это самое главное что-то поклевочка и еще один ёршик и его тоже мы отпустим хотя паша говорит сюда этот набор ладно нет 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 а задача пускаем ну чё паша расскажи как в этом году эти зимние фестивали прошли сколько фестиваль зима то только началась конечно конечно чудом и по первому льду попробовали по заявкам радиослушателей сделать ротаниаду очень-то пара тону в общем там ее и ротанией бой не обзывали по всякому народ просит что там как бы это желающих много любителей ротана половить не у всех как бы есть мнение что он всегда безбожно клюет по первому льду но мы собрались расскажу немного загодя в том году пытались привести жир личный драйв щуки было навалом в озере озеро тыгиш называется их клевал только ротан и безбожно прямо прям и размеры хорошие такие были вот мы в этом году решили сделать там ротаниаду вот ну чё там не так много что-то ожидалось больше на человек 45 8 по участвовало но все довольные такие то есть там это прилично так бились за ротана там вообще а где проходил также на этом же на озере тыгиш это каменский район вот у меня там вдруг как бы занимается организация отдыха на озере как бы все радушно принял домики были все хорошо заранее приехали потренировались как бы на следующий день уже соревнования дневной вот хорошо порыбачили в принципе так нормально а как ты относишься к ротану сам я что-то как-то не знаю я честно говоря даже не даже к нему относиться это как я знаю рыбы или рыбы то ли не рыба за счет и такое средние эти люди рассказывают летом какие-то из них делают что-то жарят варят вот я копченого попробовал и так что и не понял ничего чего там за рыбы говорят вкусно я не понял что-то никакого вот вот какие в те выходные буквально закончили решили зимнего карася провести также по итогам этого года проводили в январе его ловы были очень хорошие а после нас ребята тоже екатеринбургская группа проводила фестиваль через неделю уже и уже представляешь практически штучно приносили там на завешивание одного-двух карасиков то есть там водоем задыхается тоже как бы вода начинает очень много водорослей на дне не начинает гнить в определенное время и запах такой из воды идет рыба перестает клевать вообще ужас она конечно не задыхается ничего но там это карась он живучий вот рыбаков все меньше и меньше становится вот по весне там вообще делать нечего вот мы решили в этом году пораньше сделать сделали буквально неделю назад отыграли на выходные да 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 вот эти выходные нормально тоже так обычно не так много народу собралось тоже тут всякие факторы по-разному там и пандемии так далее кто-то боится кто-то что-то кто-то боится что лед кто-то боится что лед тонкий ну лед нормальный там уже специально согласовываемся как бы замеряли лед там 160 миллиметров на снегоходах возили там кучами толпами вот ну ничего по неплохо посмеялись конечно нами там все в отчетах я отчеты как бы ну этот фестиваль и выставляю уже там в группах наших в клубе своем там на форуме но это уловы чё были такие маленькие 3 4 3 4 килограмма все прикалываются как бы у нас просто как бы сделали взвешивание по десяти самым крупным рыбам по правилам рыболовства что прикапывания не было я под пристальным надзором чтобы инспекции нахожусь все время вот приезжают проверяют а так 10 к россии там 10 к россии больше чем по 500 грамм поймать это уже проблема сложно и ну все равно это же это же соревнования для души да 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 кто-то рыбачит кто-то не рыбачит даже кто там что делает он балдеет приехал провел и до горло игру чтобы это я уже по себе чтобы прикрыть себе как говорится это все тылы сделал по десяти рыбам это уже второй или третий год мы делаем и очень все довольны сейчас уже в этом году закрытие от планируем на 25 декабря сделаю на базе и сеть заруба спортсменов там как бы это уже такие именитые соберутся ребята там такие же мастера спорта кандидаты мастера спорта они там по мормушке будут рубиться это небольшой коммерческий турнир решил организовать то есть они скидываются там сами допустим по тысячи по 500 рублей там в шапку то есть кто первое место занял тот победил по спортивным правилам соревнований не так много как бы вот все равно интересно соберутся они же азартные рыбыки более более в спорте еще если тут это вообще так что вот уже между прочим пока разгарим два раза пиво то у меня тоже клюнуло скорее всего хозяин водоема нет полосат полосатая чудо никакой взъюрошился весь литики красивый прозрачный прям такой акунишечка живцовый тоже прикол кстати про икуней моих это верховья рыбачили начали подсаживать и начала клевать щука мужик местный да короче окуня ловит он в берег ушел на дубасил этих вот вот реально вот такие клевали игроки их раз это что-то пошу шукался там снимет что-то посидел поделал да и короче у него клюет а он это у нас нифига я окуня также сажаю нифига потом подошел посмотрел короче ножницами у него плавник этот срезал я у юперный театр вот век живи век учусь вообще кипец вроде фигня фигня это очень здорово сработало прямо паша расскажи за водоем это часто на него ну езжу периодически так в основном так и год летом раза три-четыре приезжаю зимой по первому люльку так как бы ничего в принципе водоем неплохой чистый следят судя по тому какие базовый круг конечно понятно что спускай бы берега перекрыты так мусора не так много вот что здесь слои в принципе ну вся рыба есть окунь ну как который у нас навалит окунь чебак подлещик щука судак судака говорят прилично много но я конечно не это не нарывался так что прям не до неприличия было глубины интересные тоже я тоже не думал что такое тут прям вот по руслу где вот тут плотины до 11 11 с половиной метров есть глубины я тоже удивился мы на лодке с и холотом специально этот экскурс провел рыба не клевала ездили с и холота смотрели это вот вот этим летом это уже когда воду сбросили по берегу видно что воды не хватает очень прилично как бы бросили тут порядка где-то на метр уровень упал и как бы от русла мы шли 11 8 то есть вот это от русла 11 и где-то вот в этом в этом месте уже где-то переход плавно идет на 5 на 6 то есть вот тут вот я мило такая будет дорог посередине вот в среднем глубины 2 3 4 5 метров как бы 5 5 тоже поискать надо как бы вот тут где мы сидим тут вообще свал тут три метра то вот 7 получается вот так вот неплохое такое местечко что самое крупное поймал посуды не это не получается по трофеям и как это расцвали а щука где-то в районе трешки где-то было тут и судачок то тоже чудо в районе килограмма полтора на пол то есть рыба крупная меня не любит все никак вот по лещам да здесь вещи вырослый какой-то такой все грамм по 300 по 400 попадаются такие небольшие экземплярчики вот очень много рыбаков от летом с фидером как бы рыбачил со стороны плотина где доступные места на фидер неплохо плюет как-то по лету а судака так заброс на джинк на троллинг летом когда интересную дуём тоже как бы много не знаем я говорю я вот так наездами приезжаю говорят специалисты есть рассказы что в камышах где-то в каких-то заводях окунь есть хорошие до килограмма проклевывается то есть как бы ну всякими периодами видимо может по первому льду или как-то местные по-любому что-нибудь знают водоем неплохой конечно как бы недалеко в принципе но единственное что недоступные берега конечно застроена все и базы и коттеджи как бы тут со всех стороны понатыганы так что вот неплохой водоемчик мой мой дальше ловим дальше опять наверное ёрш и премудрый пескаль нет нера опять они любят говоришь красивый на какие повалили дуэзуре чудо рыба укрупняется потихонечку а так то смотри по большому счету мы с тобой уже на уху-то ну да если бы не отпускали да нет конечно черный с голоду не помрены думаю и что паш будет заканчивать сегодняшнюю рыбалку улов есть еще больше отпустили но это заглотили просто далее не дать без шансов не выжили рад встречи сегодняшний ваша удача удачи тебе побалдели порыбачили рыба есть ест до следующей встречи давай ну а свой бур паша достал и истории все спасение утопающего паша едет сюда